Война войной, а обед по расписанию. Война войной, а обед по расписанию. Если сравнивать с прошлым годом, тенденции схожи, либо есть какие-то отличия? Есть отличия. В прошлом году, в первом полугодии закрывалось больше заведений, чем в первом полугодии этого года. Связано это с тем, что те заведения, которые по каким-то причинам могли закрыться, уже закрыты были к началу 2015 года. Основная причина закрытия, о которых я говорила раньше, это, конечно же, неадекватная аренда. Потому что по всей Украине, и в частности в крупных городах, в Киеве, стоимость аренды была приравнена к доллару чаще всего. Конечно, когда гривна упала первый раз, очень многие почувствовали, что они не могут платить аренду, закрылись. И фактически к началу 2015 года остались те, кто, в принципе, может выжить. Так я думала до февраля 2015 года, но в феврале гривна опять упала. И за период с февраля и до начала лета наблюдался очередной видок закрытия заведений. Опять-таки тех, кто не смогли справиться не только с арендой, как в прошлом году, но и с подорожанием продуктов. В прошлом году начался вооруженный конфликт, упала гривна первый раз достаточно серьезно. Возникали различные негативные явления, например, нарушение проезда в центре Киева, да, там, общее беспокойство, шок от того, что происходит в стране. Поэтому, конечно же, в прошлом году бизнес закрывался более масштабно. К концу лета прошлого года было закрыто, например, в том же Киеве уже около 80 заведений. Сейчас за такой же период фактически закрылось, ну, около 50. То есть немного меньше, конечно же, не кардинально, но все-таки немного меньше заведений, чем год назад. Тогда в продолжение разговора о позитивных тенденциях, невзирая ни на что они есть, в ряде ресторанов наблюдается положительная динамика. Некоторые из ваших коллег, которые собственники бюджетных, скажем так, недорогих ресторанов, говорят о том, что посещаемость в среднем выросла на 5-7%. То есть понемногу посетители начинают возвращаться. Так ли это и что имеем в других ценовых сегментах? Действительно, с осени прошлого года, с сентября, очень многие заведения, успешные заведения, почувствовали повышение посещаемости. Причем это повышение доходило до 15 и даже до 20%. Я думаю, что это связано с тем, что к началу осени прошлого года те, кто для себя определился, что он не может посещать рестораны по финансовым причинам, чаще всего, действительно перестал ходить в рестораны. За прошлый год чистый отток аудитории составил около 30%. Но остались люди с таким уровнем доходов и, в принципе, их достаточно много, которые могли и могут позволить себе ходить в разные заведения. Безусловно, бюджетные заведения питания, масс-маркет, оказались при этом на коне, поскольку покушать в них могут очень многие, безусловно. Поэтому, конечно же, именно бюджетные заведения почувствовали на себе увеличение количества гостей, тех, кто может за это платить. Но все было бы замечательно, опять-таки, если бы не февраль 2015 года, когда очередное падение гривны привело к такому шоковому состоянию среди населения, в том числе и среди посетителей ресторанов. Но поскольку мне уже понятно, что люди, к сожалению, очень быстро привыкают к негативным явлениям, для того, чтобы привыкнуть к тому, что негатив есть в экономике, в политике, общая неопределенность, люди привыкли. И, в принципе, после февральского шока, к апрелю месяцу, те, кто заведение успешное, уже почувствовали, опять-таки, очередное повышение посещаемости. Потому что те, кто не мог справиться с подорожанием гривны, они либо перестали ходить в рестораны вообще, опять-таки, либо свели такое посещение до минимума. Но остались те, кто может позволить себе посещать. Конечно, аудитория уже не такая обширная, допустим, как была до начала 2014 года. И сейчас можно говорить о том, что, ну, в целом, наверное, около 35-40% аудитории, которая была до начала кризиса, она, к сожалению, посещает заведение намного реже. Она почти ушла с рынка. Но при этом та аудитория, которая осталась, у которой есть деньги, она продолжает посещать, причем достаточно активно. Но при этом, конечно, выигрывают заведение бюджетное. А что происходит в высоком ценовом сегменте? То есть рестораны элит-классы себя сейчас как чувствуют? Они чувствуют себя плохо, начиная с прошлого года и в этом году так же. Дело в том, что количество элитной аудитории не растет. У них есть свой сегмент определенный. Есть люди, которым все равно, какие цены в ресторане. Для них главное качество, для них главное престиж. Но, к сожалению, это очень узкий круг людей. Ольга, я прошу прощения, а ведь миграция, в частности, из Донбасса, то есть приехали многие люди достаточно состоятельные. Неужели это никак не повлияло, в частности, на ситуацию в Киеве? То есть они привыкли ходить в дорогие рестораны в Донецке. Неужели они сейчас не ходят в такие же рестораны в Киеве? Есть приток такой аудитории, но, к сожалению, такой приток наблюдается, наверное, больше в европейских столицах, чем все-таки в Киеве. Это очень небольшой приток людей. Киеве, фактически, если говорить о состоятельных людях, это несколько сотен человек. И, опять-таки, идет речь о возможностях. Люди, у которых там был бизнес, к сожалению, они не могут восстановить полностью, ну, скажем так, все финансовые возможности, которые были раньше. И, конечно же, многие из них вообще уехали за границу в другие страны, поэтому это тоже та аудитория, которая ушла. Но, тем не менее, поскольку все практически, все элитные рестораны находятся на собственных площадях, это не арендные площади, конечно же, при таких условиях гораздо легче пережить кризис и обслуживать вот ту самую ядро аудитории, которая упала в два раза по сравнению с тем, что было до начала кризиса. Но работать с ними, обслуживать только их, или даже, допустим, если при этом будет, например, вместо 100 столиков в день будет, например, 20, при этом все равно можно заработать совершенно верно на высоком среднем чеке. Для сравнения, средний чек, например, в ресторане элитного сегмента составляет от 1000 до 2000 гривен на человека. Безусловно, себестоимость продуктов, напитков в таком ресторане гораздо выше, чем в бюджетном заведении. При этом на каждом, на отдельном госте, на отдельном человеке зарабатывается гораздо больше денег, чем в ресторанах бюджетного сегмента. И здесь не нужна массовость. Читала, что уходят с украинского рынка иностранные заведения, в частности, но я не буду называть, как эта торговая марка звучит, всем известная, российская. Но на ее смену, вроде бы, как собирается приходить другая. Что имеем в этом плане сейчас в соотношении отечественных и зарубежных, каково? Ну, зарубежные операторы ресторанные всегда были редкими птицами на украинском рынке, на самом деле. И если рассматривать в процентном соотношении, это не более 5% рынка, а сейчас и того меньше. И если говорить вообще об ресторанном импортном, ресторанном бизнесе, безусловно, зачастую это просто франчайзинг. То есть это не операторы из-за границы ведут бизнес, а украинские бизнесмены, которые покупают франчайзинги. То, что касается операторов иностранных, для них, конечно же, Украина уже, наверное, не является привлекательным рынком. Прежде всего из-за того, что упала покупательная способность, из-за того, что упала гривна. То есть если рассматривать, например, доход ресторана в долларах, с учетом того, что гривна упала, а оборот не вырос в три раза. Он вырос, допустим, у аналогичных заведений на 30-40% максимум, несмотря на повышение цен. В долларах эта сумма совершенно не привлекательна для иностранного инвестора. Я думаю, что из-за падения гривны, к сожалению, Украина будет очень долго не привлекательна именно для иностранного инвестора из других стран. Когда мы с вами общались в прошлый, равно как и в позапрошлый раз, вы говорили о том, что лучше всех себя чувствуют в мобильной кофейне. Однако со временем ситуация изменилась. Насколько я понимаю, сейчас у представителей этого бизнеса конфликт с киевскими властями. В частности, не так давно они протестовали под стенами Киевсовета. И говорили о том, что киевская власть хочет уничтожить данный сегмент предпринимательства. На самом деле, очень много заведений, и очень трудно их посчитать, работают в мафах или в мобильных кофейне, какие-то там другие заведения мобильные, или заведения на рынках, которые находятся просто под открытым небом. Таких заведений много, достаточно. Но так же, как с мафами, киевская власть, очевидно, ничего с ними сделать не может. Бактически Киев – это город киосков, на самом деле, и мы все об этом знаем. Так понятно, конечно, почему так происходит, поскольку открытие мобильной кофейни или открытие какого-то заведения питания в мафе не требует больших инвестиций. Но это законный бизнес, я прошу прощения. То есть они работают законно, в частности, вот эти автомобильные кофейны. И насколько власть имеет право куда-то эвакуировать их машины и так далее? Большинство из них, к сожалению, не имеет разрешений. На самом деле, нерегламентированы правила работы таких мобильных кофейн, так же, как правила работы мафов, которые фактически полностью противоречат любым санитарным нормам. То есть пункт питания в мафе априори, в нем нет ни раздевалки для персонала, ни туалета, ни умывальника, где можно помыть руки зачастую. Да, тут большинство в нем. То есть однозначно вся еда, которая выдается, выдается грязными руками. И тут, конечно, легко отравиться, купив что-то. Но, конечно, для тех людей, которые покупают что-то в мафах, зачастую-то не имея значения, они могут, для них главная цена. То есть отравиться, не отравиться, наверное, уже все равно. Но если речь идет о чашке кофе, то это все анимальные. Безусловно, поэтому мобильные кофеи не популярны, потому что отравиться чашкой кофе, ну, очень сложно. Только в том случае, допустим, если воду для этого кофе будут набирать из реки или из лужи. Поэтому, естественно, это наиболее безопасно. Причем очень многие мобильные кофеи не стали покупать хорошее сырье. И даже брать хорошую воду и готовить кофе, кофейные напитки, в принципе, очень неплохого уровня. И, конечно же, ставить цены, которые ресторан никогда поставить не может. Допустим, 10 гривен за чашку, 11-12 гривен за чашку кофе. Поэтому, конечно же, ни одно заведение, которое находится в стационарном помещении, таких цен позволить себе не может. У него есть другие расходы. Но, конечно же, при этом очень трудно отследить, наверное, всю ту армию мобильных заведений питания. Заведения питания, которые находятся в киосках, для этого нужна, наверное, армия людей, которые контролируют. Поэтому, конечно же, многие из них работают без документов, рассчитывая на то, что если будут возникать к ним какие-то вопросы, претензии, они просто либо переместятся, либо заплатят. Зачастую, к сожалению, так и происходит. То есть коррупцию мы никак не победили, да? Да. Но коррупция, один из политиков, не буду говорить, кто сказал такую вещь, что без коррупции Украина остановится, к сожалению. То есть у нас настолько несовершенные законы, что фактически без коррупционной составляющей, нужно просто это признать, действительно, очень трудно что-то сделать. Потому как законы, они устарели, они неправильны, противоречат друг другу. Поэтому, конечно же, если бы киевская власть взяла, допустим, на себя обязательство четко регламентировать расположение мобильных точек, процедуру подачи документов, контроля за этими мобильными точками. Потому что бывают случаи, когда действительно готовят что-то, ну, скажем так, не совсем безопасно за здоровье, или, допустим, если берут, например, воду Ньютон, да? То есть бывают такие случаи, когда действительно, ну, не то чтобы можно оторвиться, но почувствовать себя не очень хорошо. Поэтому это все не регламентировано, отсюда возникает вот этот вот дикий рынок, когда предприниматели предлагают то, что они хотят, надеясь на то, что, в общем-то, как-то это все пройдет, прокатит. Последний вопрос. Что делают сейчас рестораторы для того, чтобы все-таки остаться на плаву, для того, чтобы их убытки были минимальными? И насколько за вот эти непростые полтора года для Украины изменились предпочтения, собственно, посетителей? Рестораторы, те, кто остались работать на данный момент, я подчеркиваю, что вот на данный момент любой кризис – это как клизма очистительная, наверное, можно так сравнить, потому что заведения, которые были неудачными, с плохой концепцией, с плохой кухней, они, в принципе, большей частью уже закрыты. Заведения успешные, те, кто работают вот на данный момент, те, кто будут работать осенью – это заведения, которые уже нашли своего потребителя, которые уже научились выживать. А что значит выживать? На самом деле, я обратила внимание, что очень многие рестораторы, особенно успешные, наконец-то занялись маркетингом. И понимать это не как реклама, как это раньше понималось, к сожалению, рестораторами, а как изучение рынка, изучение потребностей посетителей, изучение конкуренции, что предлагают конкуренты, изучение портрета потребителей. Когда-то, лет 10 назад, в ресторанах позиции маркетолога практически не существовало, то есть не было людей, которые вообще этим занимались. А маркетологи занимались, если они были, занимались, как правило, рекламой. Поэтому стали рестораторы, стали подходить к бизнесу более системно, очень многие. И поэтому, соответственно, стали изучать вкусы потребителей, а вкусы, безусловно, немного изменились. Сейчас очень многие, вернее, большинство посетителей хотят получить продукт по адекватной цене. Не обязательно, это может быть очень низкая цена. Но, допустим, если уже человек выбирается в ресторан и что-то платит, он хочет получить продукт хорошего качества по цене, которая не превышает его возможности. Вот понятие возможностей можно основать, допустим, на изучении конкурентов. Что у них берут, как берут, кто приходит к ним. И, безусловно, даже у крупных системных ресторанных компаний есть серьезные ошибки, когда по всей сети вдруг подняли цены, потому что упала гривна. И сразу же, в течение ближайших недель, наблюдают отток потребителей вплоть до 50%. Вот если кто-то наблюдает за рынком, то, в том числе за рынком фастфудов, может это наблюдать, поскольку здесь очень четкая зависимость. То есть повысили цены неадекватно. Посетители буквально за пару недель просто выметаются из заведения. Все, залы полупустые. И, к сожалению, потом их вернуть очень-очень проблематично. Да, бывает уже, наверное, даже невозможно. Можно потратить очень много усилий, чтобы людей вернуть. Итак, люди хотят получить адекватные блюда по адекватной цене. Потом, то, что касается, например, некоторых видов кухонь. Японская кухня уже практически не пользуется спросом. Почему? Потому что, как правило, японская кулинарная и японская еда требуют импортных ингредиентов. То есть порция хороших суши не может стоить дешево. А дорого за нее заплатить потребители, как правило, уже не могут. И в итоге либо ухудшать качество, но сразу же люди это чувствуют и перестают есть, либо повышать цену, но опять-таки перестают есть. И поэтому, к сожалению, некоторые направления кулинарные, такие как японская, вообще восточная кулинария, к сожалению, из-за того, что много импортных составляющих, сейчас очень сильно свернулось в свои позиции. Это же касается, скажем так, некоторых импортных кулинарных концепций. Допустим, если это итальянский ресторан, который работает на импортных продуктах, безусловно, аудитории он может нравиться, но при этом прибыль может быть совершенно-совершенно небольшой. То есть гораздо проще, наверное, работать на мясе, поскольку стоимость мяса в несколько раз меньше, чем рыбы. Поэтому, конечно, заведения, которые работают на мясе, на украинском мясе, на украинских продуктах, они сейчас становятся более актуальными. И, в принципе, это касается самых разных направлений. То есть сейчас рестораторы ориентируются на локальный продукт, на продукцию, которая производится на Украине. И в связи с этим чувствуют себя неплохо различные фермерские хозяйства, агрофирмы, которые работают с ресторанами, поставляют продукты, мясо, молочку, поставляют в рестораны. И, в принципе, всем хорошо. Сейчас, в принципе, повторяете то, что мне буквально пару недель назад говорил один из рестораторов, что человек, приходя в заведение, хочет есть нормальный кусок мяса. Поэтому они были вынуждены отказаться от паназиатской кухни и так далее. Я благодарна вам за участие в нашей программе «Время истекло», мы будем заканчивать. Мы общались с президентом Ассоциации ресторанов Украины, главой компании «Ресторанный консалтинг» Ольгой Насоновой. На этом пока все. Увидимся на телеканале «Первый деловой». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова